Как рассказала художница с большим опытом Светлана Вяль, гобеленом она начала заниматься еще с института. Особенность качества в том, что полотна производятся вручную. На раме укладываются в нужном порядке ниточка за ниточкой. Производство гобеленов процесс не простой и не быстрый, а некоторые работы могут ткаться месяцами. Но результат превосходит все ожидания, ведь в таких работах, выполненных вручную, есть что-то уникальное, есть душа. Последние годы у меня очень много гобеленов на белорусские какие-то мотивы, потому что я освоила льняное, льняную нить, льняные какие-то волокна. И мне очень понравился лен, и поэтому лен – это Беларусь. Как ни крути, как бы ты ни хотел, серый цвет, вот этот серо-коричневый, в смеси с цветными он дает какую-то белорусскость, такую народность. Потому что лен – это, наверное, первая нитка, которая была белорусами сделана. Лен и шерсть. Гобелены как вид творчества никогда не был для Светланы Вяль основным. На протяжении своей жизни она увлекалась вытянанкой и приобщала к ажурному ремеслу многих выпускников городской детской школы изобразительных искусств, несменным директором которой она являлась многие годы. Что же такое вытянанка? Это ажурный узор, вырезанный из бумаги черный, белый и цветной. Эта техника, можно сказать, реставрированное народное творчество. И если сначала оно выполнялось более простыми способами, то с 80-х художники стали возрождать искусство вырезания вытянанки. У них появился запутанный сюжет и сложность. Было время, когда резали все, на каждый праздник садились женщины, могли и мужчины помогать. И первое время овечьими ножницами, кто-то резцом. Резались украшения, ферранки, полоски разные, рушники бумажные. И ими украшался красный угол, украшались какие-то полочки для посуды, окна. В 1996 году, когда я начинала вырезать, в Бресте не резал никто практически. Я начала вырезать, потому что у меня в 10-й школе на уроках была такая тема. И я решила попробовать самой, чтобы легче было детям объяснять. Потом, когда я перешла в художественную школу, я, соответственно, перенесла и вела там этот предмет. И там опять мы начали вырезать. В 2005, так как у меня получилось, что целая папка была нарезанных работ, меня приняли в союз народных майстров. Как делят жизнь на двоих Геннадий со Светланой, так делят зал и их полотна. Рядом с гобеленами и вытинантками находится работа известного брестского художника-графика Геннадия Вяля. Это портреты. Как говорит сам художник, создание портрета – процесс интимный, незнакомых людей он не рисует. Чтобы совершенно точно изобразить человека, он должен его почувствовать, и, что важно, человек должен нравиться художнику. Он отмечает, что отказывается писать портрет с фотографией. Ведь так утрачивается самое глубинное. Среди работ, представленных на выставке, красуются портреты его супруги. Он писал ее в разные периоды своей жизни. Она – муза его творчества. Портрет – это тоже своего рода игра в театр. Может быть, вариант, когда художник является режиссером, а модель – актером. Второй вариант – это когда модель и актер, и режиссер. А художнику уже достается роль оператора. Но, наверное, самые лучшие портреты все-таки получаются, когда и художник, и модель где-то находят общее понимание ситуации, общее критерии. Ну, вообще, когда они друзья. Вот таким образом и работаю я. Я больше всего люблю, конечно, рисовать человека, который мне интересен, которого я люблю, которого уважаю, с которым дружу. Тем более, что я рисую с натуры. И вот этот процесс рисования – он длительный процесс. И во время этого процесса, ну, общаешься просто с человеком, которого рисуешь, и он больше раскрывается перед тобой. Творческий союз Геннадия и Светланы Виолей успешно существует и радует зрителя уже много десятков лет. У них есть чему поучиться. Они любят жизнь, творчество и любят друг друга. С уверенностью можно сказать, что впереди нас ждет еще много выставок, подготовленных этим дуэтом.